Добрый день! И как всегда в конце недели мы говорим о нашем городском хозяйстве и подводим итоги рабочей недели. Сегодня начну с санитарного состояния. Санитарного состояния города в целом, заезды-выезды с города и в том числе санитарное состояние участков возле железнодорожного пути и на въездах в город опять-таки вдоль железнодорожного пути. Сейчас мы совместно с руководством железной дороги в Одесской области сделали объезд, выехали, осуществили осмотр этих участков. Действительно после зимы очень много как бытового мусора, так и веток, упавших деревьев, так сказать, остатков той непогоды, холодной зимы, которую мы это пережили. Наша задача, чтобы уже к началу этого курортного сезона все стихийные свалки, все эти горы, веток и упавших деревьев мы убрали. И при заезде в город люди видели чистые улицы, чистый подъезд к городу, так как первое впечатление о нашем городе создается именно от первых видов и первых ландшафтов, которые люди видят в окно поэрда. А я хочу напомнить, что основная масса это туристов и гостей города в город заезжает все-таки через железную дорогу. Также хотелось бы сказать, что после этой зимы в городе опять-таки достаточно много открытых люков. Мы этому уделяем очень большое внимание. Год назад мы уже говорили о том, что была выполнена полная инвентаризация. Мы знаем, сколько люков в Одессе, какое-то количество на балансе какой организации. И сейчас наша задача до середины апреля месяца, чтобы в Одессе не осталось ни одного открытого люка. Мы делаем все возможное, чтобы эту задачу решить вовремя. С окончанием зимы, с первыми теплыми днями на улицах города, особенно это касается центра города Дерибасовской в частности, уже появились недобросовестные фотографы с экзотическими животными, а также люди, которые используются в коммерческих целях, как экзотических животных, так и животных в частности. Хочу сказать, что у нас достаточно принципиальная позиция по этому поводу. В начале года было принято решение Одесским исполковым о том, что все животные, которые не санкционированы, используются в коммерческих целях в городе, будут изыматься и передаваться в Одесский зоопарк. Поэтому уже с этой недели наши сотрудники Департамента экологии начинают активную работу в этом направлении. Опять-таки хочу сказать, что фотозон из живых животных в Одессе быть не должно. Такую задачу мы перед собой ставим. Ну и напоследок хочу сказать, что несмотря на коронавирус, несмотря на очередную волну, вспышку и те ограничения, которые на сегодняшний день мы все испытываем на себе, уже с 1-го числа в центре города будут запущены фонтаны, с 1-го до 10-го мы хотим запустить весь центр города, и до 20-го числа уже все фонтаны в Одессе должны функционировать, чтобы создавать весеннюю яркую атмосферу. На этом на сегодня все. Как всегда, увидимся через неделю. До новых встреч!